здравы будьте други с вами программа древа жизни и я ее ведущая велеслава мы начинаем шестой сезон и решили мы начать этот шестой сезон необычно мы сегодня в гостях в издательстве белые альвы и поговорим мы со светлана николаевной удаловой директором и главным редактором издательства здравствуйте сетлана николаевна очень приятно быть у вас в гостях тем более в таком легендарном я бы сказала издательстве да потому что много кто печатает и что печатает но только белые альвы выпускают эксклюзив но к этому мы вернемся я хотела чтобы вы нам рассказали все таки как все началось и как давно вы существуете с чего все началось вообще началось все давно 29 декабря будет 22 года издательства то есть мы уже юбилей сма до начинали мы в девяносто четвертом году и начинали немножко с другой темы начинали мы как юридическое издательство ну потому что была предыстория некоторые я работала главным редактором издательстве юрист потом я когда поняла что надо что-то делать свое поскольку я работала в той сфере хотя у меня образование совершенно не юридическое у меня два образования этих я радиофизик по первому образованию второе мне гуманитарное образование когда были уже наработки юридическом издательстве и были хорошие интересные авторы мы сделали очень много пионерских книг как раз была перестройка и мы сделали для россии такие книги которые никогда никто не сдавал но я вообще люблю узнать как у русских иди туда не знай куда принеси то не знаю что издали первые книжки это было и по наследственному праву по европейскому по банкротству то что было востребовано и то чего не было в юридических вузах страны а это требовало в то время наполнения вот с этого начинали но прошло четыре года у нас много было таких пионерских совершенно пионерских проектов и поскольку у меня личные интересы были этой русской истории философии традиции это личный интерес то мы решили постепенно уйти с этого поля стал уже неинтересно делать то что начались повторы в других издательствах и мы стали издавать литературу вот с русским девяносто восьмом году одна из первых книг у нас вышла знаменитого нашего индолога наталья романа гусева русские сквозь тысячелетия и тогда мы первые издали книгу арктическая родина в ведах это было первые перевод ее книга тогда очень прозвучало и книга антолия федоровича чернеева золотые сожжения вот с этого началась у нас как сказать русская тематика но мы себя позиционируем как патриотическое издательство но самое главное мы себя позиционируем как просветительское издательство вот об этом я хотела и говори поговорить я знаю что вот именно делаете вы уклон на молодых авторов вы открываете новые имена вы зажигаете новые звезды вам это очень нравится потому что вот даже на моем как-то вот опыте да сколько я с вами знакома я уже знаю что несколько молодых авторов открыли и это и это за какие-то там несколько месяцев всего но у нас дело в том что постоянно знаете как право то интересно что у нас в основном много авторов иногородних так делав то что московские издательства многие ну уже как стараются раскрученные с катимина и некоторые даже вот наши авторы которые уже в издательств стали известными они имели приглашение от известных издательств но как правило наш автор уже не уходит никуда потому что у нас здесь братство такое образуется автор молодых вы знаете мне интересные вообще как я подхожу к выбору автора для меня очень важно зачем имеет равственные так вот этого это важно то есть как он чем он живет его интересы и насколько он близок вот к тому мировоззрению которые мы продвигаем и на чем стоим на своих принципах а вот давайте сейчас об этих принципах о вашем мировоззрении и немножечко поговорим потому что не все люди кто знаком с издательством с этой темой будут слушать и новые люди и вот я хочу чтобы они услышали я поняла вы знаете даже вот можно сказать смотрите вот наш логотип белый аль вы видите это два лебедя на пере да то есть началось когда мы выбирали логотип издательства мы заложили туда и свои принципы поэтому я сказал что это должно быть связано кстати дело логотип один из наших лучших художников россии сейчас к сожалению его уже нет живых это михаил абакумов это очень знаменитый художник народный художник россия мой друг большой когда мы делали когда он делал логотип он спросил а что ты хочешь в этом логотипе я говорю что символ должен быть такой в котором заложено должны должна быть русская древняя история это поскольку лебеди это символ гипербореи альвы вообще-то альва это точка через которую проходит то есть мира на которой нанизаны миры это в гиперборейской мифологии лебеди мы знаем что это самые верные птицы здесь и верность чистота красота здесь женский мужской аспект в виде развернутой книги два лебедя они на пире это письменность наша язык это наш ключ ко всему ко всей нашей истории вот с этого собственно и вот эти принципы были заложены и вот что самое интересное что все что было заложено она и притягивает к нам авторов вот такого направления и не только авторов наверно да и тех людей как то ведь у вас здесь не просто издательство здесь книжный клуб да здесь проходят всякие мероприятия до семинар на одном то из таких мероприятий я была и мне очень понравилось что издательство живое она живется и не просто книжки издает она еще и живет жизнь богатой насыщенной у нас существует братство авторов у нас на то что авторы пришел и он ушел да автор остается в издательстве они дружат с друг другом мы обязательно их всех знакомим потом они переписываются даже если они из разных городов они делятся информацией они становятся просто настоящими друзьями соратниками то чтобы для меня это важное слово соратники и они понимаете они живут тем о чем они пишут вот для меня это очень важно вот и что это не книга для того чтобы заработать деньги а эта книга для того что это фактический итог их исследований вот приходит ведь не профессионалы самое что интересно поскольку я сама технар по образованию то очень много в основном авторы технарей но у них системная подход ко всему понимаете а меня вот интересует взгляд когда собираются разные знания из разных наук обобщение только потому что сегодня на современный мир и на вообще на на знания можно взглянуть только с разных сторон нельзя допустим только физику брать или археологию или историю лингвистики это должно быть в сочетании поэтому мы вот эти грани все есть есть авторы которые обладают всеми гранями но мы стараемся всю эту тематику дать я могу просто тут часу там да здесь вот лежат книги я так поняла что они особо дороге сердце но они и дорого вы знаете дороги все дороги все но вот как дети если здесь они лежат значит они особенные чем просто некоторые новые я хочу сказать вот эта книга к ней конечно это историография просто так вот покажу историография почать имени славы расширения народа славянского мару арбини книга вышла 1722 году мы первые в россии сделали репринты издания этой книги я искала ее 10 лет да в москве я ее не могла получить я ее нашла в волокде и в библиотеке библиотеки библиотека на федеральном так уровне очень богатый библиотеках смотрите мы ее издали первые сделали репринтные издания специальные у нас выходило несколько репринтных и до сих пор мы издаем вот такая книжечка если это фактически древняя та самая древняя книга по истории славянского мира причем она объективны почему потому что католиком написано и она объективна о том что он пишет о славянский мир был и это север африки это все среди земноморья все средняя азия и европейские ну в общем это это славянская империя это жемчужина да у нас несколько таких книг мы издали тридиаковского василия кирилловича это 18 век это два человека которые и ломоносова кстати мы первое издали в россии репринтные издания его истории древнейшую издали тридиаковского этот соратник и историк который жил в то же время что и ломоносов это два наших русских историю историка которые отстаивали русскую историю теорию теорию да не нормандскую да то что были немцы в академии засели было только два и издали и ломоносова тридиаковского мы издали два года назад флоринского первобытные славяне это был человек выдающийся кстати сейчас вообще-то забытый незаслуженно мы издали первый том первобытные славяне он организовал томскую академию наук в сибири вовсе знают и к нам даже на презентацию этой книги приходил приходила правнучка ларинского знаете удивительно то что порода видно русские люди настолько светлые чисто удивительно это вот тема скажем так это древняя история руси все что с ней связано вот это уже современная книжка которая вышла священные реки россии новый появился автор из самары москве он был совершенно неизвестным потрясающие книжки и все его книги которые вот мы издадим обязательно потому что он дает именно то что искал сочетание лингвистики истории и археологии это вот два направления эта история древней руси конечно это родовые знания то что то что мы разве не то что развиваем собираем этих авторов собираем по крупицам со всех городов и весе два автора это уже вторая книга жаров и решетников автор из челябинска молодые у них своя школа школа имени называется авторы они тоже пришли к нам не случайно они выбирали поскольку они имя школа имени они к имени относятся как ключу который открывает смысл того в частности нашего издательства то есть для них название белая лего был не просто так то есть все это работает мы издали с ними первую книгу нас на тираж закончился этой книге имя род судьба хотя три тиража было это разлетелось у нас книжка а вот сейчас новый мистерии рода или она называется мистерии рода или от мифа семантики до квантовой лингвистики понимаете как она описана в художественном виде это касается и матрицы и буквицы и тогда как это все работает как корабль назовешь так и по так он поплывет до эта книга значит вот то что велеслава ты сказала о молодом авторе лада ведунь и у нас появилась семинар которым ты была это очень интересный автор она носительница родовых знаний она потомственная ясновидящая светлый человек в свое время когда познакомились кстати через одного из наших авторов который сказал иди к светлана николаевне белые альвы она пришла мы с ней познакомились на кучу впечатление что всегда знали друг друга я предложила есть дело книги вот к счастью эта книжка первая вышла кодекс мага книга выстроена очень хорошо она полезна быть всем и магом и не магом да чтобы сейчас готовим вторую вторую книгу ее который будет называться обрядовые родовые праздники это думаю что мало того но как там сценарии просто сценарии вот я говорю молодой автор вчера у меня был молодой автор которого еще никто не знает он прислал мне работу и удивился что я ему ответила и он готов я сам ошеломлен что вы решили мою книжку издать вот он ее сейчас будет дописывать тоже но когда мне иногда спрашивают именно вот что это за автор мы не знаем я грану узнаете тогда и поэтому надо сказать что трамплин такой для для того чтобы стать в своем кругу конечно не говорю для всех а вот в нашем сообществе который читает наши книжки я хочу для телезрителей сказать что все книги которые выходят в издательстве светлана николаевна читает их сама то есть через нее все проходит поэтому она отвечает за каждую книгу да это я когда узнала я просто была ошеломлена понимаете потому что здесь конечно доля ответственности я вот просто поскольку мир издательский давно знаю сама в издательском деле уже 30 лет вот и я просто встречала с разными издателей и как правило я не хочу никого обижать сказать что многие просто зарабатывать деньги а потому что это все наши дети а за детей мы отвечаем мы должны их выпустить в мир для того чтобы они чему-то учили они должны быть на раз получали знания настоящие вот вышла участка книжка детская вот только буквально несколько дней автор светлана советская она известный детский автор великолепный человек называется ирбис снежный барс это опять первые в россии книги о сказке сказки об охраняемых видах сибири и дальнего востока чем книжка она цветная очень красивая художник сделал анималист лучше не боли сибири павлушин сделал и мало того что книжка она еще имеет энциклопедическое сопровождение то есть эту книгу мы позиционируем для чтения где взрослым с детьми потому что я думаю что взрослые здесь для себя очень много найдут очень добрые философские нравственные сказки то есть но то что я говорю вот разный аспект для меня очень важен одна из ключевых тем вот как от белая до заложено это истоки русского языка у нас практически все самые интересные книги русском по истокам именно русского языка по древности по ключевым аспектам русского языка вышли у нас и одну из книжек здесь покажу это называется протоязык владимир николаевич дегтярева к сожалению рану от нас ушел скоропостижно в августе много книг мы его издали это книги которые позволяют доказать что действительно был один язык от которого разошлись все другие языки и это был русский язык вот так да потому что это связано шумером шумерами если взял он брал шумеров брал шумерский язык и показал что пословицу шумерские русские это один в один похоже абсолютно один в один по смыслу по текстам и так далее мы издавали в ашкевичу свое время мы издали открыли для стороны платона лукашевича первобытный славянский язык чарамути его и знали язык магов волхов и жрецов вот и эту тему это вот для меня это очень важная тема потому что это ключ ко всему ключ любое название она открывает историю любая топонимика это след того что было в этом месте в конкретном причем топонимика именно мелкие реки большие реки могли меняться название вот там где жили племена по мелким рекам там все осталось я там упакованы все названия и бытовые и чем занимались они и ну все что связано было с родовыми вещами потрясающе сейчас у нас вот направление новое мы стали сдавать детские книжки для детей почему объясню потому что сегодня нам нужно детям создать среду нашу настоящую среду не ту искаженную которой мы жили когда ты эту историю и язык наш и наши традиции которые нам просто не давали когда мы теперь в это окунулись понимаем что детям это не не хватает родители сейчас уже сами начинают интересоваться но нужно дать детям то чтобы они уже воспитывались начинали с этого и пришли уже и своих детей они воспитывали уже на это мы очень дрожим у нас есть целая серия русский север целая серия я дружу я езжу в вологодскую область в архангельскую область дружу с этнографами непосредственно с людьми которые живут в деревне вот издали мы книжку раскрасить пожарище пожарище это деревня которой и 400 лет стоит она на границе с севере вологодской области северо-восток с архангельской области это люди которые там живут вот их здесь фотографии мы издали раскраску там проходят этнические праздники каждое лето в июне месяце там проходит там со всей смазковой с петербурга вологодской области ближайших областей приезжают люди там вот эти этнические концерты два дня этот идет праздник там с угощениями с песнями там себя все в русских костюмах там игрища танцы это все потрясающе там есть такие вот люди наши которые настолько погружи в этой культуре которые есть олег который остался когда-то у бабушки там собрал других бабушек создал ансамбль снимают даже сельское кино как я их называю я у них там часто бываю и очень их всех люблю и это вот все это не придумки это нас литературные это наследие это лубковая графика это это раскраски и все в традиции сделано и изба это все реальные избы реальные люди я их всех улиц все узнаю вот это вот то что через даже маленьким детям через раскраски они тут и заклички здесь и текст очень хороший и сами узоры все но все традиционное то есть ничего придуманного нет вот эту серию очень люблю и сейчас мы еще готовим один сюрприз тоже мы готовим русские сказки 1796 года и самое интересное велеслава сейчас удивишься это ведические сказки да вы что которые один раз только были в россии изданы мне случайных из привезли за рубежа в россии их нет даже много было вывезено когда да вы что да да уж издаем научную научные книжки издаем просто тоже похвастаюсь немножко у нас вот и вот книжка которая вышла это по геронтологии в поисках утраченного бессмертия огромный труд кстати интересный автор с украины мы с ним давно дружим когда-то мы его издали еще в то время когда у нас не было вот этих событий украинских ученый геронтолог который фактически сделал вот первый такой учебник по геронтологии с развертыванием от того как мы жизнь заражалась на земле по редким животным почему некоторые живут долго почему человек долго не живет и так далее великолепно цветная книжка также мы издавали физику эфира представляете тема запретная все думают что есть пустота на самом деле эфир это самая плотная среда и мы первые кто издали в россии книжки по эфиру не побоялись это фактически новая физика название это какое интересное большого взрыва никогда не было четвертая книжка этой серии стана николаевна как считаете почему а книга никогда не уйдет не канет в лето так скажем никогда ее нельзя будет заменить планшетами теми же я вас понимаю потому что многие приходят и говорят вот у меня там есть электронный вариант книги но я хочу купить бумажную книгу я спрашиваю читателя почему вы знаете вот представляете год я сделаю себе на флешку сбросил а флешка там не одна и много источников где искать непонятно как там сделать закладки книжку я беру вот она живая понимаете бумага на живая я ее понимаю вот я когда читаю книжки я обязательно с маркером либо и наклеечки делаю и у меня есть своя система ну кодировок по которой я знаю что для меня более важно в этой книге я всегда могу к не вернуться в электронном варианте нужно листать все искать это место а здесь я вот так гляну на поля я могу ее открыть и потом вы знаете здесь я это живое общение я погружаюсь и общаюсь с этой книгой с электронным вариантом как не получается нет от электронного варианта очень устаешь глаза устаёт от бумажного не устаёт это просто вот как понимаете даже казалось бы на читаю что уже книгу в электронном варианте некоторые авторы даже просят вы мне дайте верстку не в не в электронном виде в бумажном потому что я во-первых не замечаю там какие-то вещи в электронном виде глаз у меня не различают а здесь я вижу нюансы здесь я вижу образы какие-то там мне не возникают образов вот интересны такие вещи действительно так я сама и как бы никто не говорил можно до сохранять на носителях но как просто вести какой-то как архивариус но я думаю что не один коллекционер или у кого есть хорошие библиотеки ни за что не применяет на электронную библиотеку хорошо и еще вот напоследок вы знаете каждой библиотеки каждая книга напоминает тебе где-то ее купил в связи с чем ну это уже такие душевные а это нам душевные хорошо дайте напоследок совет нашим телезрителям тем кто вот только что заинтересовался славянской культурой кто те кто только входят в этот мир очень часто мне потому что пишут на лично и на сайте подскажите что читать подскажите что читать потому что масса литературы и литература не всегда мы знаем бывает качественная с чего начать я думаю на начать нужно с руль с русской истории да и надо понимать русской столь вот надо читать первоисточники не иногда говорят люди это там с я тиме трудно читать если вы человек русский вы читаете несколько страниц и вы читаете совершенно нормально это русский язык если вас глаз цепляется за что-то несколько страниц вы читаете эту книжку но там вдруг мелодика слова там другое построение то есть генетическая память ваша будет востребована сработает и вы если вы запустите ее все достаточно один раз запустить назовите вот прям несколько книг которые на ваш взгляд начинающему так скажем человеку который входит в мир русской культуры обязательно надо про я считаю что нужно обязательно арбини прочитать я считаю что нужно это историография нужно прочитать егора классы на к сожалению у нас очередной тираж закончился у нас тиражей 7 было о древнейшей истории славян нужно прочитать обязательно тридяковского надо прочитать ломоносова хотя там уже немцы где-то что-то подправили но прежде все ты должен знать ты должен гордиться той земле на которой ты живешь и должен и второе ты должен понимать почему мы на славяне называются славянами почему русские называются русскими почему у нас реки так называются потому что это позволит вам ориентироваться в этом мире правильно хорошо благодарю вас за такое вот развернуто теплое душевное интервью очень была рада побывать вас в гостях приходите к нам и на семинаре следите за нашими книжками за нашим книжным пылом обязательно а с вами была программа древо жизни и я ее ведущая велислава до новых встреч